всем привет с вами канал параноик и сегодня у нас на обзоре индивидуальный рацион питания вооруженных сил украины это усиленный набор версия номер 5 и что же в него входит и чем он отличается от своих предыдущих версий вскоре мы и узнаем и так чем же отличается этот усиленный рп от своих предыдущих собратьев ну начнем с того во первых у него есть беспламенный нагреватель еды который обеспечит нагрев первого второго и третьего блюда во вторых у него уже увеличен вес порядка двух с половиной килограмм плюс добавили мед и изюм его рацион ну и естественно заменили привычные нам консервные банки на реторт пакеты вот собственно говоря в чем его отличие заключается усиленного сухпайка дальше мы рассмотрим его содержимое итак первым у нас пакетом идет он кстати говоря не подписан но по луке вещей это должно быть по идее завтра дальше у нас самый громоздкий по размерам это судя по всему обед он также не подписан ну и последним третьим пакетом у нас идет ужин вот такого содержимого плюс в комплекте предоставлены беспламенные разогреватели которых мы сегодня и будем тестировать и того у нас имеется три герметично упакованных пакета это вот такой вот скромный завтрак сытный обед и не менее сытный ужин и так поехали первым что у нас будет усиленный паек это завтрак общим весом 492 грамма сейчас мы вскроем и более как бы детально уже посмотрим что находится внутри чем же заключается усиленный паек завтрак и так первое что мне попадается пластиковая ложка плюс салфетка дальше у нас идет консервы мясные каша с мясом гречневая очень гречневая каша с мясом курицы находится в таком реторт пакете который можно будет разогреть дальнейшем дальше у нас находится вот такая вот пачечка сушеный изюм плитка черного шоколада галеты армейские галеты четыре штуки дальше значит по мелочам это антисептическая салфетка для протирания рук кофе натуральный кофе сахар и соль ну и на десерт жевательная резинка для того чтобы освежить дыхание в принципе все и того у нас на завтрак получается гречневая каша с мясом курицы галеты вместо хлеба четыре такие вот кусочка шоколада сушеный изюм и на десерт у нас кофе натуральный кофе ну видимо шоколадом будет то что надо вот в принципе из чего и состоит завтрак поехали его дегустировать для начала его надо будет разогреть с помощью беспламенного разогревателя с этого мы сейчас и начнем итак для того чтобы разогреть еду нам предоставляется вот такой вот пакет и беспламенный разогреватель что необходимо сделать согласно инструкции есть здесь отметка по которой необходимо наливать воду то есть это 100-120 мл воды мы наливаем сюда воду берем нашу еду беспламенный разогреватель помещаем все это в пакет очень важно соблюдать такую технику что пакет беспламенный должен находиться именно под еду укладываем это все вместе загибаем края ждем 10-15 минут и в теории еда будет готова как это будет на практике вскоре мы узнаем берем ствол 120 мл воды наливаем больше липть не стоит потому что реакции не произойдет берем наш реторт пакет распаковываем химический разогреватель в классные инструкции помещаем под низ наши еды края аккуратно загибаем здесь кстати указана линия загиба вот ну и опять же по инструкции надо подложить под углом 5-10 градусов вот и оставляем на некоторое время я даже за секунду вот время пошло как это реакция происходит кстати говоря надо быть довольно таки осторожным потому что уже спустя минуту началась бурная реакция как видите начинает активно выделяться пар причем очень горячий пар у меня есть все опасения как бы этот пакет не разорвало кедри не фень вот его раздувает все таки пожалуй оставлю немножко места для того чтобы пар выходил потому что стремно находиться вблизи такого но химический разогреватель работает просто на отлично пошла вторая минута прикасаться к пакету не рекомендуется потому что температура довольно таки высокая вода кипит и да греется все работает все супер и и и и и прошло уже 14 минут реакция по-прежнему продолжается я сейчас попытаюсь аккуратно его достать как видите пар главное в этом деле не обжечься ну мне кажется еда успела разогреться за это время это мы уберем в сторону возьмем такую металлическую тарелку и приступим к скрытию нашего содержимого напоминаю у нас здесь грешневая каша с куриным мясом хорошо пахнет первое впечатление которое у меня складывается когда я смотрю на эту кашу это во первых попадаются вот такие вот цельные кусочки мяса скорее всего куриное филе ну и своего опыта могу сказать раньше походу я довольно таки часто брал грешневую кашу но как правило это была каша со свининой и она не всегда отличалась хорошими вкусовыми показателями ну и плюс была еще ко всему сухая здесь по внешнему виду я наблюдаю что каша не сухая по вкусу не пересоленная сочная без посторонних примесей каких-то ну химических приправ скажем как в блюдах быстрого приготовления вот и плюс ко всему реторт пакет себя оправдал за эти 14 минут которые мы его испытывали беспламенный химический разогреватель он смог ее подогреть до комфортного до комфортной температуры когда ее приятно употреблять вкусно и так значит с кашей мы уже разобрались по вкусу определились дальше у нас идут на обзоре галеты сейчас их попробую галеты пресные по большому счету безвкусные но съедобные по большому счету можно есть дальше на очереди у нас шоколад черный шоколад сейчас мы его проверим шоколад довольно таки неплохой сладковатый вкусный то что надо еще у нас осталась пачка изюма изюм сушеный в вакуумной упаковке был сколько вот здесь 30 грамм изюма изюм тоже в неплохом состоянии находится как углеводное дополнение к основному рациону вполне неплохо придумали приступаем к следующему нашему этапу это обед дальше вторим по списку в нашем индивидуальном рационе питания идет вот такая вот упаковка с обедом основные блюда составляют это борщ на мясном бульоне с мясом говядины плюс добавка это фасоль с овощами и мясом курицы ну и помимо прочего здесь еще есть джем абрикосовый ну это соответственно на десерт ну и так по мелочам что находится внутри сейчас мы узнаем так первое что это попадается это у нас черный чай следующим идет по списку вот это я не знаю что а это джем абрикосовый не стандартная упаковка непривычно дальше вот такая вот маленькая жевательная резинка фасоль с мясом следующее это у нас по классике галеты сахар сухари сушеные вот такие вот три небольшие кусочки как обычно на любителя перец борщ также у нас идет салфетка и пластиковая ложка ну и как обычно идет это антисептическая влажная салфетка на этом почти все напоследок у нас осталась еще соль все мы закончили разогревать наш борщ тем же способом что и завтрак с помощью беспламенного разогревателя собственно говоря хочется уже снять первую пробу по внешним признакам я могу сказать что есть опять же кусочки мяса фасоль какие-то овощи мелко порезанные картошка морковка но не в этом суть в лучших украинских традициях скорее всего к борщу подаются сухари из черного хлеба надо их тоже обязательно распаковать попробовать эх хорошо приступим по вкусу борщ напоминает такое ощущение что приехал на каникулы к бабушке в деревню и она тебе наварила такого домашнего борща с сухариками вот примерно такой вкус что касается борща то можно сказать следующее борщ довольно таки концентрированный и соответственно наваристый если вы не являетесь любителем такого борща то в свою очередь вы можете его несколько разбавить не знаю к примеру кипяченой водой чтобы изменить его вкус ну а так в целом борщ заходит на ура плюс ко всему в добавок идут вот эти вот сухари ну от меня такая рекомендация они несколько твердоватые их все таки предварительно размачивать борщей так будет и вкуснее и практичнее для ваших зубов вот собственно говоря что я хотел сказать о том борще ну а вот что касаемо фасолевой каши она меня в целом очень даже приятно удивила потому что фасоль я здесь наблюдаю по минимуму но и в то же время по максимуму я наблюдаю здесь мясо вот цельные кусочки мяса и среди них кое-где просвечивается фасоль вот один кусок такой вот серьезный второй кусок серьезный ну и сейчас буду пробовать значит так как для фасоли хорошо проваренная твердых частиц нету не пересоленная что самое главное сочная мясистая наваристая по большому счету можно есть для походов рекомендует а теперь давайте подведем итоги что касаемо обеда значит у нас на обед шел красный борщ ну и вторым блюдом шла фасолевая каша скажу вам так съесть за раз все вместе это надо еще постараться плюс ко всему у вас еще остается десерт это вот галеты и джем то есть можно после обеда за кружечкой чая намазать джемом галеты немножко перекусить если останется конечно же место в чем я сомневаюсь вот это все что я хотел сказать по обеду а теперь мы переходим к ужину итак мы плавно подошли к заключению обзора нашего суточного рациона и в финале у нас предстоит еще ужин так же как и в обеде у нас есть две составляющие только на этот раз у нас идет каша перлога с мясом говядины ну и вторым блюдом идет мясо тушеное говядины высшего сорта довольно таки серьезная нагрузка на желудок ну в том то и дело что это усилие на рационе что ж приступим а теперь давайте ознакомимся с содержимым как и в большинстве пакетов у нас первым попадается это кофе растворимое следующим у нас идет вот таком вот стик паки это мед вот дальше как основное блюдо даже не основное мясо тушеное говяжье следующее это каша мясная перловая говяжья черный чай опять же сухари только уже белые галеты сахар жевательная резинка салфетка плюс одноразовая ложка антисептическая салфетка и еще один сахар прям усиленный паёк ну и соль вот собственно говоря что и входит в ужин два три поехали итого у нас тушенка каша сухари галеты мед сахар сахар кофе чай антисептическая салфетка жевательная резинка соль и ложка мы подогрели наш ужин для тех кто не помнит я напоминаю это перловая каша из говядины и дополнение к ней идет говяжья тушенка высшего сока сразу хочу отметить следующий момент если учесть тот период времени когда я служил то перловая каша выглядела иначе она была на порядок хуже вот эта каша выглядит намного аппетитнее чем было ну а что касается вкуса сейчас мы сравним в чем отличие все таки вот этого индивидуального рациона питания то что каждый его скажем так обед ужин завтрак он отличается сочностью нету той привычной скажем так в походах либо в службе армии сухости во рту когда ты берешь кашу ешь и надо ее чем-то запивать здесь такого нет здесь насыщенность вкуса говорит сама за себя то есть каждое блюдо отличается именно насыщенностью вкуса сочностью в этом собственно говоря и плюс чем она мне и нравится потому что раньше мы ели сухую кашу сейчас сочная водой запивать не надо заедать ничем не надо закусывать не надо вкусно вот это что касается перловой каши что касается следующего блюда это у нас говядина высшего сорта насколько высшего сорта я точно сказать пока не готов после разогрева я значит наблюдаю появился жирок ну и кусочки мяса будем пробовать на удивление съедобно почему на удивление потому что опять же исходя из предыдущего опыта когда разогревал консервные банки с какой-то тушенкой после разогрева появляется жирок и вместо мяса остаются только одни волокна и какая-то субстанция которая по большому счету растворяется в этой жидкости здесь я такого не наблюдаю здесь я наблюдаю именно кусочки мяса которые довольно таки аппетитно заходят очередной плюсик в карму этого ужина ну а в дополнение полноценными заменителями хлеба у нас выступают это армейские сухари с белого пшеничного хлеба которым при желании можно еще и вымочить жирок который остается при разогревании тушенки это набитель что ж давайте подведем итоги для начала мы имеем индивидуальный рацион питания усиленный и плюс ко всему у него есть беспламенный разогреватель еды а что это нам говорит либо мы его разогреваем допустим независимо где мы находимся это может быть окоп либо допустим сидим в машине где-то в пробке нам захотелось перекусить мы можем воспользоваться содержимое этого пакета но независимо от этого еда находится в реторг пакетах нам не требуется для этого какая-то там открывалка либо нож достаточно просто распаковать пакет и вовсе не обязательно его разогревать по большому счету можно использовать его в том же виде который он же есть то есть еда готова мы отошли от классических консерв вот этом и есть плюс ну в дополнение в чем же все усиленность этого байка это то что сбалансированное питание по углеводам это значит у нас появился в ассортименте шоколад у нас появился абрикосовый джем мед и конечно же усиленная такая ударная доза по сахару ну и плюс кофе и чай это первое что бросается в глаза остальное могу сказать продукты далеко шагнули вперед в плане качества во первых это были каши которые раньше были сухими на данный момент они уже более сочные насыщенные такие естественные своим вкусом и это довольно таки прогрессивно ну а в целом кто хочет попробовать то мы рекомендуем просто взять и как говорится испытать его в поле вот и все решение от себя могу сказать что дпн5 это достойно вашего внимания всем кому было интересно подписывайтесь на канал ставьте палец вверх если будут какие то дополнения пишите комментарии до новых встреч пока субтитры субтитры